Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Капитан Крым, и мы сегодня с вами, вы даже не представляете, мы сегодня с вами в Мариуполе. Давайте пройдемся по Мариуполю вместе. Еще недавно, после ожесточенных боев, город выглядел вот так. Это ужасные кадры, и такое пережить никому не пожелаешь. Предатели и враги, уверен, понесут серьезное наказание за все содеянное. Друзья, посмотрите документальный фильм «Мариуполь. Возвращение домой». Ссылку для вас я оставлю под видео. Мы с вами возле мемориала Азов-Сталевцы, погибшие, пропавшие без вести в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Здесь очень много имен, и вот знаете, символично, что спустя столько лет, спустя столько лет, наши ребята, наши герои повторили подвиг. Вот повторили подвиг. Сейчас вокруг, конечно, в Мариуполе страшные картины, и именно вот на таком контрасте. Больше ощущается то, что все будет хорошо, друзья, все будет хорошо, все восстановят. Ну, вы сами видите, что вокруг происходит, какие подвижки, какое строительство. Все меняется, и меняется к лучшему. Да, друзья, следы войны повсюду. Это невероятно, просто невероятно. Очень много разрушенных зданий, особенно в частном секторе. Прям видно попадание снарядов. Вот одно из зданий разрушенных. Вот здание уже восстановили. Вот еще здание все в обстрелах. Просто попадание снарядов видны. Фасадки разрушены. А вот как раз впереди театр. Давайте поближе подойдем. Ну, при всем при этом, Мариуполь живет, играет музыка. Город восстанавливается невероятными темпами. Работа кипит. Везде все жужжит. Сверлят. Работают молотый инструмент разный. В общем, Мариуполь восстанавливается. Прям на глазах меняется. И вот мы с вами подходим к театру. Здесь вот видно свежий фасад, свежевыкрашенный. Видимо, это здание уже отреставрировали, отремонтировали. А вот драм-театр. Весь в лесах. Закрыт сеткой. Здесь висит стенд. И можно посмотреть, какие были разрушения. Смотрите. Это именно тот театр, по которому вот так он выглядел. Это проект. Сейчас все будет восстанавливать. Вот паспорт объекта. Я уверен, все сделают очень здорово. Вообще, друзья, в голове не укладывается, когда ты смотришь все это по новостям. Когда смотришь это все в интернете, это одно. А когда видишь это все своими глазами вживую, это все другое. Не укладывается в голове. Это же кем нужно быть, чтобы вот такое творить. Здесь тоже отреставрировано. Вот собор. Видно прям от снарядов. Повреждения фасада. Да. У меня нет слов. Все в лесах. Все строится. Все восстанавливается. Здорово. За театром делают сквер. Сейчас видите, ландшафтные работы. По озеленению уже качели-карусели. Так понимаю, это Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Подарок, насколько я знаю. Мариуполю подарил. Вот театр. Приконструируется. Восстанавливается ли как строится заново. Честно говоря, даже сложно сказать. А здесь вот. Такие фонтаны. Традиционные для наших новых городов. Давайте поближе подойдем еще к второму фонтану. Посмотрим. Панорама. Звук жизни. Вода. Шумит. Жизнь продолжается. И это самое главное. Фонтан. Театр. Я, честно говоря, впервые в Мариуполе. И вот там открывается невероятный вид на горизонте на Азовское море. Просто. Просто. Что-то с чем-то. Красиво очень. А подойдя ближе к дороге, вот такие открываются виды. Вот как раз Азовское море. Видны трубы Азовстали. И вот тоже все в лесах. Все восстанавливается. Когда все закончат, думаю, город, конечно, будет выглядеть фантастически. И вот, кстати, плакат Санкт-Петербург в Мариуполе. Видите, помогают наши, помогают друг другу. Не зря вот мы с вами в Мариуполь въезжали, когда видели надпись «Мы вместе». «Мы вместе» – это, кажется, очень важные слова, которые имеют значение. Очень сильное, глубокое значение. Смотрите, какие розы. Сейчас я вам поближе покажу. Красота. Хотел я попасть на набережную, посмотреть. Вот, но, говорят, набережная сейчас закрыта. Не знаю почему. Может быть, там реконструкция, ремонт, может быть, что-то еще. Вот, ну давайте переместимся еще в одно место. Друзья, мы сразу с вами, давайте посмотрим новые районы. Это Санкт-Петербург помогал Мариуполь устроить. Вот проспект Ленин называется. Невский квартал. Совершенно другая структура, совершенно все другое. Вон, кстати, шоколад Аленка нарисован, логотип. Давайте пройдемся, посмотрим. Вот новые дома, вот там тоже новые дома. Зелененькие такие. Еще-то там, то здесь, знаете, виднеются сожженные заправки, разрушенные здания. Вот, например, впереди одно здание разрушено, там еще. Там дальше заправка сгоревшая. Ну, а здесь уже такая красота. Да, еще, конечно, зелени мало. Вот, но все аккуратно, красиво. Детские площадки. Я, друзья, так же, как и вы, все это веду по телевизору. Вот сейчас имею возможность посмотреть вживую. И от первого лица вам сказать свои впечатления. Поделиться ими. Чисто, аккуратно, красиво. Вот, в принципе, достойно жизни, мне кажется, любого человека, любого россиянина. Если бы так было вот по всей стране, было бы супер. Но сказать, что Мариуполю повезло, и вот из-за всей этой ситуации с войной, я так говорить не хочу. Пусть всем нам везет по-другому. Так, вот вижу там детский сад цветной. Но более рисунки такие детские. А здесь, я так понимаю, это школа. Это школа. Красиво, аккуратно. Людей не очень много. Не знаю, может быть, не все еще поселились. По какому принципу здесь жилье дают. Вообще, я заметил, что по городу, друзья, по Мариуполю, очень много уже отреставрировано зданий. Следов войны все меньше и меньше с каждым днем. Но мы можем с вами увидеть по окнам. По окнам, вот в центре города. Там где-то нет стекол, видимо, еще люди не приехали, не вернулись. Такие качели. Сейчас, конечно, жарко. Середина дня, но, думаю, дети, судя по тому, что вытоптяно снизу под качелями, здесь дети играют. Здесь дети проводят время. Вот такие вот дела. Новый квартал в Мариуполе вырос прямо на глазах. Вот такие вот дела. Ну что, друзья, вот такой он Мариуполь. Меняется Крым, меняется Мариуполь, новые территории. Меняется вообще вся наша страна. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если да, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Смотрите новые видео на канале Капитан Крым. Уверен, вам будет интересно. Всем пока из Мариуполя. Субтитры сделал DimaTorzok